Записаться на бесплатный прием к врачу в электронном виде теперь можно только через портал госуслуги. Как это часто бывает, в начале работы в системе были сбои, и жители жаловались на нестабильную работу портала. Как сейчас работает запись в несколько кликов, разбиралась наша съемочная группа. Для того, чтобы воспользоваться нововведением, необходимо иметь учетную запись на портале госуслуги и быть прикрепленным к одному из медучреждений республики. Любой гражданин, который прикреплен к медицинской организации при входе на госуслуги, первым в списке увидит участок прикрепления. К некоторым специалистам – урологу, гинекологу, стоматологу и офтальмологу – горожане могут записаться самостоятельно. Но к большинству узких специалистов можно попасть только по направлению терапевта. Какие это специалисты? Это гастроэнтеролог, это пульмонолог, это врач-нефролог, это невропатолог. В будущем нововведение должно существенно облегчить работу больничных колл-центров. Но пока количество звонков не уменьшается. Работы по телефону стало больше в связи с тем, что пока еще не все пациенты информированы по записи. Пациенты не все знают, как записываться, куда заходить, как регистрироваться. Как и любое нововведение, запись через госуслуги кого-то устраивает, кого-то не очень. Мнения пациентов разделились. Для нас, для молодежи, это вполне доступно. Для поколения старого возраста это чрезвычайно трудновато. Я даже первый раз слышу такое. Не слышала я. То есть порталом не пользуетесь? Нет, нет. Я сюда все время приходишь, запишусь. Мне всегда дают, дают они мне. О возникающих проблемах при записи через госуслуги можно сообщить в чат портала или позвонив в Медицинский информационно-аналитический центр Чувашской Республики. Богдана Дойникова, Андрей Спиридонов, Республика.